Приветствую вас! Вначале я бы хотел ответить вам на вопрос. А потом, после этого, я дам небольшие комментарии по поводу вашего сообщения в целом. Итак, вы спрашиваете, стоит ли человека поздравлять с 23 февраля, стоит ли писать ему СМС? Ответ на ваш вопрос будет исходить из того, что, во-первых, значит, если вы, вот, человека уважаете просто, значит, не только как своего мужчины, да, не только как человека, который, вот, ну, грубо говоря, не слишком-то состоялся, как мужчина по отношению к вам, а именно, если вы уважаете его, именно, как, вот, человека в общем и целом. Значит, если и вы так его уважаете, то тогда отправить его просто следует, потому что, ну, так, в принципе, рекомендуют нормы морали, нормы вежливости элементарной и так далее. Но, безусловно, если вы сами этого хотите, то есть, если вам хочется, если вы чувствуете, что, ну, могли бы его понравить, вот, если вы чувствуете, что вам это ничего вообще не будет стоить, а если вы не будете ничего ожидать от него, ну, то есть, ну, вот, от поздравлений его, значит, с праздником, то тогда, конечно, имеет смысл его поздравить. Если же вы все-таки как-то будете его, если вы его поздравляю, его, значит, будете на что-то надеяться, если вот прям вы чувствуете, что у вас есть надежда на что-то, то, соответственно, в таком случае, конечно, лучше не стоит. Потому что поздравление – это просто поздравление, и не более того, в данном случае. И потому, значит, ответ на ваш вопрос зависит от того, чего вы ожидаете, чего вы хотите и так далее. Поздравлять человека вам нужно для себя, то есть, вы это делаете, потому что вам кажется это правильным, но ни в коем случае не в том контексте, что, поздравляя его, вы, например, даете, грубо говоря, себе, например, на детство, на то, что вы, ну, скажем, вы вновь будете вместе. То есть, вот такая ситуация, да? Вот этот момент вам желательно исключить, конечно, потому что поздравлять для того, чтобы как-то что-то получить от человека, например, не является правильным. Вот. Теперь я дам несколько небольших комментариев по поводу того, что вы, значит, написали. Вы говорите, что раньше, значит, вы встречали с мужчиной, сейчас только общение в интернете. Соответственно, вопрос у меня к вам. Почему вы перестали общаться с мужчиной в реальной жизни? Почему вы стали с ней взаимодействовать только в интернете? Постарайтесь, пожалуйста, на эту тему подумать, ибо это очень важный момент. Значит, что послужило тому причиной? Ваши отношения ухудшились, может быть, или еще что-то произошло? То есть, вот, постарайтесь подумать на эту тему. Далее. Вы говорите, что общаетесь с ним только в том случае, если, значит, вы сами захотите, если сами ему напишете. А если он вам не напишет, то общения, соответственно, никакого и нет. И возникает вопрос, а почему же вы дерзите за этого человека вообще, если он откровенно к вам потерял интерес? Просто постарайтесь точно подумать на эту тему. Далее вы говорите о том, что он вас заблокировал. Значит, на конкурс после того, как вы сказали ему о том, что вас ситуация не устраивает. Момент, конечно, довольно интересный получается. То есть, смотрите, вы познакомились с мужчиной, как я вот вас понял, вы познакомились с мужчиной в интернете, в знакомствах, получается. И, познакомившись с ним в интернете, вы, значит, с ним какое-то время общались. А потом? Что произошло потом? Потом ваши отношения стали ухудшаться, это понятно. Но почему вы вообще изначально именно в интернете с человеком познакомились? Почему вы не знакомились с ним, скажем, в реальной жизни с мужчиной? У вас есть какие-то проблемы на этот счет? Вам, может быть, тяжело знакомиться с мужчинами в реальной жизни? Или, может быть, вы испытываете проблемы на этот счет? Вот, постарайтесь, постарайтесь ответить себе на этот вопрос самостоятельно. Почему вы знакомитесь с мужчинами именно в интернете, а не в реальной жизни? Или, опять же, или вы с одним мужчиной встречались, а потом только начали с другими мужчинами общаться в интернете? Да здесь все-таки нужно вот как-то немножечко лучше стараться вас понять, ибо, как я надеюсь, вы увидели, ситуация такова, что не очень понятно ваше положение и ваша ситуация. Но, если есть какие-то проблемы относительно вот именно аспекта налаживания отношений, то в этом, я думаю, мы можем вам помочь. То есть, если у вас есть проблемы, если вы хотите познакомиться с мужчиной, если вы хотите наладить свою личную жизнь, то в этом мы можем вам помочь. И первоначальный аспект, на котором я хотел бы заострить ваше внимание, это аспект такой, что личная жизнь не должна иметь чрезмерного значения для вас. То есть, если вы придаете своей личной жизни чрезмерное значения, то большой риск есть того, что вы всегда-таки не сможете построить ее, потому что не будете принимать правильных решений в ситуациях именно по той причине, что для вас это чрезмерно значимо. То есть, ситуация, связанная с налаживанием личной жизни для вас чересчур значима. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...